Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала! С вами Армаг и сегодня записываю для вас небольшое дополнение к последнему видео уроку, связанному с навыками, героями и так далее. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это о прокачках. Многие из вас так и не поняли смысла, почему те или иные навыки считаются топовыми или нет. Дело в том, что многие из вас воспринимают прокачку героя как одну единственно возможную, типа вот во всех случаях это лучше или это хуже. Нет, ребята. Более того, нужно разделять классическую прокачку мага, когда маг не берет ничего кроме того, что ему нужно для магии, и универсальную прокачку мага, когда ты подстраиваешься под те или иные варианты. Точно так же и с воином. Есть классическая прокачка, а есть универсальная, которая миксует воина с магом. Это когда ты уже из мага делаешь что-то среднее и из воина делаешь что-то среднее. То есть, по сути, получаются такие себе паладины, боевые маги, да? Что-то вроде того. Так вот, смотрите. Что нужно классическому воину, который не берет ничего, кроме того, что ему поможет в бою с магами или другими воинами? Это, конечно же, оружие, доспехи, стрельба и тактика. Это то, что нужно, чтобы правильно расставить войска и при этом наносить больше урона и в ближнем бою, и в дальнем, и при этом получать меньше урона. Так же ему желательно иметь сопротивление, потому что у воинов тоже может быть какая-нибудь магия. Помимо этого, иметь удачу, чтобы с двойным ударом и быстрее можно было вынести соперника. Поднять мораль за счет лидерства тоже обычно хорошо. И правда, это можно сделать не только с помощью навыка, но еще, помимо этого, конечно же, найти соответствующие артефакты. Ну и артиллерия. Артиллерия, она поможет вам еще больше урона наносить, но для этого нужно будет с собой носить, конечно же, в дополнение ко всему, саму баллисту. А вот если мы говорим о том, что ему можно было бы вкачать, если какие-то навыки не зашли или нужно ему немножечко подстроиться, то тут смотрим уже в раздел дополнительно. Например, в некоторых случаях вполне нормально прокачивать баллистику, чтобы лучше штурмовать города, прокачивать логистику, чтобы больше успевать на карте, поиск пути для того же, чтобы меньше штрафов было, больше вы успевали на карте. Ну и плюс лечить свои войска иногда тоже является полезным. Но опять же, это мы говорим с вами о такой абсолютно воинской традиции. Если вы думаете только о войне, о более сильной пробивке, как бы больше нанести урона, меньше при этом потерять и так далее. Но точно так же можно больше урона нанести и меньше потерять с помощью той же магии, да, из-за чего классическая прокачка воина, она по сути не используется, ну почти никогда. Точно так же и классическая прокачка мага. Обычно делают какие-то миксы, связку из воинских и магических навыков между собой. И в итоге пытаются склепать из того, что было, того или иного героя. Поэтому, ну вот в последнее время в турнирах я ни разу не видел, чтобы кто-то сделал классического топового мага или классического топового воина. Всегда нужно подстраиваться под расклад, под то, что происходит и так далее. А вот теперь уже рассмотрим воина-универсала. Слева вы видите его воинские четыре навыка. Это оружие, доспехи, стрельба и тактика, которые ему больше всего будут нужны в битве на карте с соперником в финале. А справа он уже берет навыки, которые для воина не совсем свойственны. Если логистику еще худо-бедно можно как-то отнести к воину, то мудрость, магия земли и магия воздуха, ну это уже, хотите вы того или не хотите, это никак не воинские навыки. Это навыки, конкретно заточенные под мага. И прокачивая их своему воину, вы из воина уже пытаетесь сделать некого боевого мага, хотите или не хотите. Например, ту же самую тактику или стрельбу при желании можно из дополнительных навыков докачать себе, взять, например, сопротивление магии. Иногда, может быть, магия воды будет решать или артиллерия, в зависимости от того героя, которым вы, опять же, играете. Ну и те навыки, которые были для воина классического, топовыми, они все равно у вас среди дополнительных будут значиться и даже частенько заходить. А вот нужны или не нужны они будут для конкретных случаев, опять же, выбор будет за вами на основе анализа той ситуации, в которой вы оказались. Теперь рассмотрим с вами вариант с классическим магом, которого вы, скорее всего, не будете прокачивать никогда или почти никогда. Но с магами здесь ситуация несколько иная. Если воинов я вообще не помню ни одного случая, когда классический был прокачан, то классические маги все-таки проскакивали в игре и, возможно, у кого-то из вас тоже будут проскакивать. Все, что нужно, это, конечно же, мудрость, интеллект, волшебство, мистицизм, не лучший навык, но он, тем не менее, тоже относится к магам. И, помимо этого, опять же, четыре магических стихии, каждая из которых в определенные моменты вам нужна. Больше всего, конечно, нужна магия земли и воздуха, точно так же, как воинам, так, в принципе, и магам. Например, тот же мистицизм при желании можно изменить снизу на один из навыков. Точно так же можно волшебство заменить на один из нижних навыков. Без интеллекта иногда за мага тоже некоторые обходятся. Поэтому, вот, пожалуй, мудрость, четыре стихии, из них можно, например, две-три качнуть. И там уже сделать какой-то микс, иногда это даже из воинских каких-то навыков уже микс появляется. То есть можно добавить сопротивление, грамотность, если есть хорошие заклинания и надо переучить другим героям. Опять же, лечение никому еще не мешало. Зоркость, которая позволяет воровать разные заклинания. Но, опять же, зоркость, она нужна, если вы сражаетесь с хорошим магом или воином, но воином-универсалом, который, опять же, тоже прокачивал магию, у которого тоже есть мудрость и есть, что, в принципе, своровать. Иначе смысла в той же зоркости, как такового, не будет. Более того, если брать классические герои абсолютно чистые, без плагинов, без нововведений, без HD-мода и всего остального, то там зоркость, в принципе, она и так почти никому не нужна. А вот, в общем-то, маг-универсал, которого вы можете видеть чаще. Ему уже, в отличие от классического мага, оружие и доспехи всегда хорошо заходят. И они заходят крайне и крайне редко, но если заходят, то отказаться от такого, конечно, крайне сложно. Понятное дело, интеллект. Чем больше маны, тем больше возможностей перебить армию соперника, даже если у вас ее мало. Тактика для того, чтобы вы могли закрыть свои ключевые стеки от воина, который будет наносить гораздо больше урона в ближнем бою, чем ваш маг. И даже маг-универсал часто. Логистика, она нужна как воинам, так и магам в одинаковой степени. Для универсала это заходит лучше некуда. Земля, воздух, как обычно, ну и мудрость, само собой. Остальные навыки, опять же, вы можете докачивать, заменяя их между собой. Например, не будет у вас доспехов, или оружие не зайдет, можно их заменить на один из нижних навыков. Или, например, тактика не зайдет. Но если без оружия маг еще как-то может играть, то без доспехов, конечно, это сложнее делать. В битве против особенно классических воинов, которые просто могут выносить за несколько раундов вашего мага, если вы не успеваете разобраться на магии, на тактике и так далее. А воины все-таки тактику прокачивают крайне и крайне часто, поэтому выкрутиться там бывает, что уже и времени особо нет. Ну и опять же рассмотрим варианты саппортами, вспомогательными. То есть можно качнуть себе своих лошков в виде разведчика-собирателя, у которого будет поиск пути, логистика, разведка и имущество. Этот герой будет далеко бегать, а значит много успевать собирать, много будет успевать разведывать благодаря разведке и опять же большему количеству очков перемещений. Помимо этого будет приносить с собой золото, играть какую-то определенную роль в длинных отстроенных цепочках из героев. Такие герои всегда вам будут нужны для подвоза армии, для переброса армии, для быстрой зачистки территории, разведки и так далее. Ну и собственно саппорты-воители, по большей части это маги, которые воюют между собой, изредка среди них конечно и воины проскальзывают. То есть пока ваши главные герои заняты какими-то важными делами, лошки соперника и ваши лошки часто встречаются между собой и пытаются друг друга убивать. В основном стараются для них прокачивать магов из-за того, что у них больше маны и можно им раздать просто каких-нибудь единичек, копеечек так называемых юнитов и бегать просто магией, вырезать армию сопернику. Поэтому часто берут логистику, чтобы дальше успевать, часто берут мудрость, более того мудрость она обычно у магов уже есть на старте. Сопротивление магии будет опять же не лишним, но опять же брать их прямо на старте, если их нет, наверное сопротивление не так уж и топово заходит. Интеллект, да, интеллект смотрится хорошо, волшебство смотрится хорошо, магия опять же земли, воздуха, огня, да любая в общем-то стихия, она будет заходить в плюс. Потому что обычно саппорты воителей или завоевателей, они в общем-то обычно не прокачиваются до сверхвысокого уровня. Хотя среди них бывают случаи, когда вы, например, в какой-нибудь тюрьме вытянули важного героя или параллельно качали многих героев и один из саппортов воителей или даже несколько прокачались довольно хорошо. То есть варианты могут быть самые разные. Поэтому задача моя на вот этих вот табличках, грубо говоря, было вам показать, что есть абсолютно разное понимание игры, абсолютно разные варианты прокачки и нельзя относить тех или иных героев, которых вы видите в игре, к суток, как к воинам из-за того, что у него воинский класс или к суток, как к магам из-за того, что магический класс. Все во многом будет зависеть от того, не столько, как будут выпадать те или иные навыки, а из того будет состоять ваш герой и его класс, какие именно навыки вы будете выбирать. Каждым выбранным навыком вы меняете шанс выпадения каких-то других навыков. Поэтому там уже с каждым последующим уровнем уже шансы на выпадение навыков будут не такие, как были прописаны изначально, а такие, на которые уже повлияли вы своим выбором того или иного заклинания. И это нужно тоже, опять же, ребята, понимать. Также некоторые из вас писали по поводу того, чтобы мы более детально рассмотрели героев из таких городов, как Болото и Башенка. Начнем с Башенки, еще раз пробежимся по всем этим героям. Во-первых, есть Пикидрам, специалист по горгулькам. Если стартовать за него, то, конечно же, горгулик для прикрытия гремлинов, которые часто являются важнейшим стеком на первые две недели при игре за Башню, это может сказаться в плюс. Но одновременно с этим будет и огромный минус, потому что самих гремлинов будет меньше. Ведь гремлинов Пикидрам с собой не приносит. Плюс стартовый мистицизм, наверное, это немножечко лишнее, особенно с учетом того, что это все-таки больше воин, нежели маг. Ну и разведка, которая больше нужна, конечно же, не столько главному герою. Правда, далеко не на всех шаблончиках, конечно. Но больше нужно именно разведчикам, саппортом. Ну и специализация горгулик, которая дает им плюс один скорости, атаку, защиту повышает и так далее. После четвертого уровня, когда начинает прокачиваться Пикидрам. Но из полезного у него есть заклинание щит. В целом, для старта за него, наверное, рекомендовать его нельзя. Следующим героем является Тан. У него очень хорошая специализация на джинах. А джины в неулучшенном виде, они с одной стороны довольно быстрые, но при этом имеют мало здоровья и за них жутко неудобно играть. С другой стороны, после улучшения, они превращаются в очень и очень хорошего юнита. То есть, за специализацию Тан получает плюсик. Помимо этого, в книге заклинаний есть волшебная стрела, которая тоже дает ему плюс. Армия приходит стандартная, что довольно-таки неплохо. И единственный минус, это продвинутая грамотность. Минус это скорее для главного героя, нежели для саппорта. То есть, как вспомогательный герой, он вообще, наверное, лучше не придумаешь. Сразу же ударная магия, хорошая специализация, стандартная армия. Но главному герою грамотность нужна, к сожалению, далеко не всегда. Далее у нас идет Жозефина, специалист по големам. Ну, големы очень медленные, поэтому Жозефина, наверное, чуть ли не единственный герой, при котором из големов можно попытаться что-то даже в плане ударного стека склепать. Но даже вот по памяти, если вспомнить, я не помню, чтобы кто-то этим занимался. Возможно, на каких-то жутко бедных картах или шаблонах, и при этом маленьких, Жозефина и смогла бы себя показать. Но это тоже не точно. Опять же, у нее есть мистицизм, хотя при этом она является алхимиком, то есть больше воином. И имеет волшебство, которое тоже больше нужно магам, а не воинам. Но из полезного есть в наличии в книге заклинаний ускорение, которая под големов, особенно с учетом их ускорения за счет специализации Жозефины. Ну, вот здесь вот големы под ней, да, сразу же начинают показывать класс. Вот если собираетесь делать ставку именно на големов в начале игры, она может очень и очень неплохо подойти. Но в целом для старта, наверное, тоже не советовал бы. Далее идет Нелла. Это один из лучших героев воинов за башню, но со своими минусами. Во-первых, у нее очень топовая специализация доспехи, которая очень сильно себя оправдывает. Причем, чем больше прокачивается Нелла, тем больше плюсов она начинает получать. Армию с собой приносит стандартную. В наличии есть заклинания щит. Из вторичных навыков можно выделить грамотность, а также доспехи. И вот как раз-таки грамотность, она и является лишним навыком. В то время как доспехи в связке со специализацией доспехов помогают гораздо меньше армии терять на старте игры. Далее идет Тарасар, герой, за которого даже некоторые рискуют стартовать. У него сразу же есть тактика, что очень хорошо, но у него есть мистицизм, что для главного героя, пожалуй, будет лишним. Он является специалистом по баллисте, поэтому он может обходиться меньшим количеством армии и лучше разводить нейтралов. В книге заклинаний есть волшебная стрела, что тоже делает огромную пользу в том, чтобы помогать баллисте выбивать нейтралов, даже не имея большое количество гремлинов. Ну а из минуса нужно отметить то, что он приносит с собой меньше арм. Очень часто он вообще приходит с одним стеком, что немножечко, конечно, усугубляет старт и делает его более сложным. Но опытные игроки могут за него сыграть. Другое дело, что специалист по баллисте, он довольно средненький, потому что все-таки сила магии и знания ему могут выпадать гораздо чаще, чем атака, которая необходима Тарасару. Поэтому герой ниже среднего, пожалуй. Далее идет Фафнер, специалист по нагам, который является тоже воином в этом городе. Специализация топовейшая, потому что наги это, наверное, топ-1 стратегия, за которую стараются отстраивать город на первой неделе. У него сразу же есть сопротивление от магии, что в битве против магов делает Фафнера очень приоритетным. Но, опять же, есть одна ложка дегтя, это грамотность, которая главному герою не так сильно нужна. Но, опять же, под ускорение наг дается еще и ускорение, заклинание, что делает Фафнера, пожалуй, одним из лучших вариантов на перспективу. На старте он никак не примечателен, более того, даже с лишней грамотностью идет, в принципе, как Нелла. Но Нелла, она усиливает всех юнитов за счет доспехов, а Фафнер усиливает и ускоряет именно наг. Поэтому, если вы исключительно через наг решили сыграть, можно попробовать Фафнера. Следующим воином является Риса. Приносит она ртуть, это такой себе герой шахта в ртути. Тоже идет с волшебной стрелкой. Надо заметить, что многие алхимики идут именно с этим заклинанием на старте. Имеет навык оружия и, опять же, лишний навык мистицизма. То есть, алхимики, по сути, это такие себе боевые маги. Армию приносит с собой стандартную. На главного героя она, пожалуй, тоже не тянет. Приходит Иона, тоже специалист по джинам, так же, как и Тан. Только Тан идет с продвинутой грамотностью и сразу может передавать заклинание с первого по третий уровень. Иона в этом плане у него выигрывает по количеству маны. И с учетом того, что у нее есть сразу же стрелка, больше маны дает ей возможности больше раз накидывать заклинание на врага. Армию приносит стандартную. В целом, герой довольно-таки неплохой. Но, опять же, не в плане главного героя, а вспомогательного. Далее мы переходим с вами к магам. Первым магом, которого необходимо рассмотреть, является Астрал. У Астрала сила магии 2, защита 3, так стартуют все магии. Специалист по гипнозу идет с продвинутой мудростью. Стартовая армия стандартная. Так же есть сразу же заклинание гипноз. Но накидывать его можно только на очень слабые и маленькие по количеству стэки. Из-за того, что очень сложная формула у данного заклинания. И нужно очень сильно поднимать силу магии, чтобы можно было накидывать на какие-то стэки более серьезные. В целом, герой довольно средненький. Далее идет Холон, который в первую очередь, наверное, хорошо себя покажет на маленьких картах. Где специализация мистицизм и навык мистицизм могут дать огромный плюс. В том плане, что Холону не обязательно будет искать какие-то колодцы для пополнения маны. И если вы будете в бою экономно тратить ману, то возможно вам на день будет хватать столько же маны, сколько Холон сможет восстанавливать за одну ночевку. Что для него является большим плюсом. Но минус в том, что нет сразу же стрелочки. Есть камня кожи, которая позволяет уменьшить количество ваших потерь даже в битве со стрелками. Но опять же, армия стандартная и герой вполне может быть где-то применим. Далее идет Сирена. Ну вот Сирена это, пожалуй, сразу же нет. Потому что есть зоркость, заклинание, точнее не заклинание, а навык, который используется крайне и крайне редко. Если не использовать дополнительные плагины, пожалуй, Сирена себя навряд оправдает. Сразу же есть заклинание снятия заклинаний. Ну и армию приносит с собой стандартную. Герой не очень хороший. Здесь есть герои в разы получше. Далее идет Даремиф. Кстати, хороший маг, хорошие вторичные навыки в виде мудрости и интеллекта, что дает ей больше маны. Армию приносит с собой стандартную. Но вот же минус. У нее специализация на заклинание удача, а также данное заклинание есть в книге. С учетом того, что сама удача, она довольно-таки рандомненько работает, то крайне сложно делать ставку на игру через удачу. Но с другой стороны, по навыкам, по прокачке, герой довольно-таки хороший. Далее идет Теодор. Является магом, но при этом является и специалистом по магам, что дает, опять же, ему ускорение, атаку, защиту. И благодаря этому маги наносят больше урона. Но с учетом того, что мы знаем, как прокачивается данный класс героев, мы знаем, что с атакой и защитой у Теодора до 10 уровня будут большие проблемы. Таким образом, особого усиления маги здесь я бы не сказал, что получают. То, что плюс один скорости, это да, плюс. Но в целом по урону не сказать. Поэтому довольно посредственный такой маг, который в принципе больше похож на боевого мага. Во-первых, у него заклинание щит для усиления своей армии, в том плане, чтобы меньше урона по армии наносили. Это специализация по магам, которая делает их быстрее стрелять. Также есть навык баллистики, который позволяет лучше штурмовать города. То есть, это такой агрессивный вариант игры через мага за башенку Теодор с мудростью. Армию приносит с собой стандарт. В целом, главным героем его делают довольно редко. Далее идет Салмир. Пожалуй, самый популярный герой на выбор при игре за данный город. И это неспроста, потому что сразу же есть заклинание четвертого уровня Цепная Молния. Более того, он является специалистом по этому заклинанию, что позволяет наносить еще больше урона. Помимо этого, у него еще и среди навыков есть мудрость и волшебство. Именно волшебство делает количество наносимого урона еще больше. Воздух герои магии ловят обычно без проблем, поэтому Цепная Молния усилится еще сильнее. Армию приносит с собой стандартную. Маны вначале хватает на то, чтобы кастануть всего лишь одну Цепную Молнию. Но если вы отстроите сразу же гильдию магов, либо же поставите или найдете где-то колодец или какие-то пополняшки маны, то за Салмира вполне себе становится играть спокойно и комфортно. Но опять же, постоянное пополнение маны при игре за мага без этого просто никуда. Далее идет Кира. Топ-1 герой, если вы собираетесь за башенку играть на каком-нибудь шаблоне или карте без правил, поскольку у нее есть сразу же дипломатия. Она специалист по ускорению, а также данное заклинание есть в книге заклинаний. Она ускоряет свои войска гораздо больше, нежели все противники, которые будут это делать. За исключением, может быть, какой-нибудь Бриссы, которая тоже является специалистом по ускорению. Армию приносит с собой абсолютно стандартную. Если же играть с правилами, то, наверное, дипломатия будет немножечко лишним навыком. Но сам по себе герой неплохой. Ну и, в общем-то, Айн. Героя, которого берут тогда, когда не знают, кого именно взять. Герой, который очень хорош при игре на 200% сложности и вообще на бедных шаблонах. Она приносит 350 золотых в день. Это 3 500 за 10 дней, по сути, за полторы недели практически. Да, из лишнего есть грамотность, есть мудрость. И на главного героя в этом плане не очень тянет. Армию приносит с собой стандартную. Но, опять же, когда ее берут, обычно в таверне покупают побольше героев и стараются найти именно того героя, которого в итоге будут стараться сделать главным. Ну и, если подводить какие-то итоги при выборе героев за данный город, то это, конечно же, Нелла. Хороший вариант игры за мага. Это Пафнер в более редких случаях. Но, тем не менее, это Салмир. Классический, в общем-то, вариант игры за мага. Это Айн на бедных шаблонах. И в тех случаях, когда вы, например, поторговались сильно в минус или просто не знаете, через кого играть будете, через таверну искать главного героя. Вот, пожалуй, такие самые-самые основные варианты. Ну и некоторые, в принципе, могут стартовать за Тарасара. Сейчас этот выбор можно увидеть реже, чем это было раньше. Но, тем не менее, некоторые все еще пробуют играть за него. Если же мы с вами будем говорить о самих классах в данном городе, то какие навыки здесь будут заходить все-таки чаще в таком случае? Давайте рассмотрим. Итак, если мы берем алхимиков, то 6% шанс на логистику, то довольно хорошо. Поэтому, если нужен герой, который ловит логистику, алхимик может очень и очень подойти. Также 6% шанс на мудрость. Но это и понятно. 6% на баллистику, что уже не очень хорошо. 10% на обучение, что тоже не очень хорошо. 8% на доспехи. Это, пожалуй, можно отметить как плюс. 6% на оружие. Тоже довольно-таки хороший шанс. Ну, а в остальном чуть больше, чуть меньше шансы. У алхимиков как таковые, да? На поиск пути тоже шанс 4. Довольно средненький шанс среди всех. Особенно с учетом того, что ты играешь на снегу. Вообще, на поиск пути, возможно, приоритетнее было бы повыше шанс иметь. Если мы берем магов, то у них 10% на мудрость. 8% на мистицизм. Вот, пожалуй, мистицизм немножечко портит прокачку. Зоркость 8%, что, пожалуй, тоже портит прокачку. 6% магия воздуха. Чтобы вы понимали, магия огня здесь всего лишь 2. И вода с землей 3. То есть на магию воздуха самый огромный шанс. Выше шанс ловить воздух нет ни у кого. Точно такой же шанс есть еще у элементалистов на воздух. У них там равные шансы на выпадение тех или иных навыков. Также 9% шанс на грамотность, что, пожалуй, тоже минус. 10% на интеллект, это уже плюс. 8% на волшебство, это плюс. Ну и первая помощь 7%, что, пожалуй, тоже не очень-то и хорошо. Также говорили, что мы не рассмотрели болотные. Болотных героев и, в принципе, я их вроде как записывал даже. Но, возможно, по какой-то причине до монтажа они не дошли. Итак, есть вариант игры Заброна. Это единственный герой в игре, который может принести с собой юнитов 4 уровня василисков. Причем от 4 до 7, что довольно-таки много. И эти василиски, они имеют неплохую скорость, 5-ю, а на родной земле 6-ю. А при игре Заброна даже 7-ю скорость, потому что он их ускоряет и усиливает. Может принести с собой змеек, но 3-й стэк заходит довольно редко. Ну и немножечко может принести гноликов. Также имеет сразу же сопротивление магии, что для воина, в принципе, неплохо. Но на перспективу, опять же, в начале это вам мало как-то поможет. Есть доспехи, которые при игре за василисков довольно неплохо оправдываются. В целом, Брона часто выбирают игроки для игры не всегда как главного. Могут брать как вспомогательного, который просто принесет василискова. Дальше будут играть за кого-то другого, и герой будет искаться в таверне, через кого играть. Но, как главный герой, он тоже вполне себе может быть применим. Правда, раньше за него играли гораздо чаще, чем сейчас это делается. Следующим на очереди идет герой Дракон. Дракон очень хороший герой для старта. Хороший герой для того, чтобы делать его главным. У него специализация по гноликам идет. Сразу же есть доспехи и лидерство. Доспехи помогает меньше урона получать всем своим войскам в ближнем бою. И не только. Специализация гнолики позволяет принести целых три стека гноликов от 10 до 20. То есть, в целом он может принести с собой армию от 10 гноликов. И заканчивая с 60-ками, что довольно много. Ускоряет, усиливает их и так далее. Ну а лидерство позволяет таскать с собой не только родную армию, но и какую-то другую, без серьезного понижения морали. Либо же таскать только родную армию и при этом очень часто моралиться в бою. В общем, герой однозначно хорош. Следующий, не хуже герой, это Вистан. Вистан это небольшая, скажем так, обратная. Вистан является противоположным вариантом игры через воина. Он нацелен на стрелков и приносит с собой от 1 до 3 стеков стрелков. Сразу же есть тоже доспехи и есть стрельба. То есть, разница между ними, по сути, в их специализации. Дракон специалист по юнитам 1 уровня, причем это пехота. А Вистан это специалист по юнитам 2 уровня и это ящеры. В целом, герой тоже очень хороший. Не знаю, есть ли смысл делать его главным героем, но некоторые все-таки рискуют и делают. Но что гораздо более интересно, так это то, что он приносит с собой много ящеров. Поэтому, особенно новичкам, очень и очень удобно проводить разного рода бои. Чем они, в принципе, и стараются со своей стороны воспользоваться. Далее идет Тазар. Это, по сути, наверное, самый популярный герой, который есть в этом городе. Специалист по доспехам. Идет с продвинутыми доспехами сразу же. Помогает терять намного меньше армии. Особенно он хорош не столько в начале игры, поскольку не дает серьезного преимущества по армии. Урона армия наносит под ним мало. Дополнительную армию он не приносит. Он приносит абсолютно стандартную армию, которую приносят с собой многие и многие герои. Но, вот, когда он раскачается, то равных ему найти, пожалуй, нельзя. Если так уж говорить, то это, наверное, самый защитный герой в игре, который есть. С ним не может сравниться ни Нелла, ни Мефала, ни другие какие-то конкуренты. Поскольку он еще и прокачивается в основном по первичным навыкам именно в защиту. Так что, однозначно хороший и при этом топовый герой. Но не для новичков. Потому что новичкам он не даст какого-то большого усиления в начале игры. И там придется попотеть в разного рода боях. Небольшим конкурентом в выборе против Тазара является Алкин. Это из-за того, что у него хорошая специализация на усиление и ускорение горгон. Армию приносит с собой тоже абсолютно стандартную. Его огромным плюсом по сравнению с Тазаром является то, что он наносит больше урона. Ведь у него, помимо доспехов, которые есть у Тазара, есть еще и оружие. Поэтому он и вашей армии позволяет терять гораздо меньше. Но при этом еще и урона наносить гораздо больше. В начале игры более ударным героем является Алкин. Плюс ты за него не переживаешь, словит или не словит он оружие или доспехи. Хотя, честно говоря, воины редко не прокачивают. И одно, и второе. В основном все-таки заходит как надо, за редкими исключениями. Немножко проигрывает он, конечно, по защите Тазару. А в перспективе, когда прокачается Тазар, Тазар становится, конечно же, в разы лучше. Просто на много. Но это для затяжных игр, опять же. Далее у нас идет Корбок с поиском пути. Приносит с собой даже целых два стека Змеечек. Является еще и специалистом по Змейкам. И имеет доспехи. За счет поиска пути может с меньшим штрафом таскать по болоту разного рода юнитов. Даже не родных для болота. Ну и дополнительные Змейки. Они, в принципе, никому еще не мешали. Особенно на первый ход, когда надо многих героев разгонять. На разгоне мы с вами, в принципе, разговаривали. Но на главного героя, лично мое мнение, он не дотягивает по сравнению с другими героями. Разве что вам сдало очень много внешних жилищ Змеек. И вы хотите за счет Змеек переиграть соперника. Либо же и вы, и соперник играет за болото. И вы хотите в финальном бою иметь первую скорость. Эту первую скорость вам обеспечит Корбак. Потому что у Змеек будет уже даже не 13-я, а 14-я, возможно, скорость. И это может стать решающе. Ну, то есть, в таких крайне редких и специфических случаях Корбак все-таки может стать главным. Едем далее. Гервуль. Очередной специалист по баллисте. Наверное, самый плохой специалист по баллисте, который есть в игре. Потому что до 10-го уровня ему атака почти не заходит. А для баллисты надо, чтобы была прокачана артиллерия. Чтобы атака была повыше. Но, как вы сами понимаете, ни о какой атаке здесь у Гервульфа даже речь не идет. Немножечко он вам сможет помочь в начале. Армии приносит, конечно же, меньше, чем другие из-за того, что приносит с собой баллисту. Но, например, где он хорош, так это при защите города. Вот при защите города его защита хорошо сказывается. И то, что он как специалист по баллисте управляет башнями. Так что вот там вот как раз он себя вполне может проявить. А вот для штурма, для беготни по карте, пожалуй, что он проигрывает чуть ли не всем специалистам по баллисте. Далее у нас идет Брохельд. Это тоже хороший герой. Но, опять же, хороший на перспективку. Во-первых, он является специалистом по вивернам. А виверны обычно уже отстроены на второй или третий день игры. Даже на каких-то сверхбедных шаблонах. Армию приносит с собой абсолютно бесплатную. Имеет с собой разведку. И вот именно разведка, она во многом, наверное, и дает ему минус. Иногда разведка вам, конечно, нужна. Но с учетом того, что далеко не всегда, не на всех шаблончиках, его многие и не выбирают. То есть считают того же Тазара или Алкина, к примеру, лучше, да, воинами. Но с учетом того, что он является специалистом именно по ключевому стеку. Мало того, что виверны у вас главный ударный стек часто. Помимо этого, вы еще и собираете улей змеев на карте. И еще и там из них продолжаете формировать ударный стек. То недооценивать Брохельда нельзя. Как для старта, я думаю, что это не лучший герой. Но в целом, если он вам приходит в таверне, задуматься о том, чтобы делать его главным. Особенно на картах, где много уликов. Даже если вы играете не за болото, всегда этот вариант нужно рассмотреть. А вот брать или не брать его главным героем. В итоге, это уже вам должен помочь анализ карты, раскладов, ну и так далее. Далее переходим к магам. Здесь они представлены в виде ведьм. И первая ведьма это Мерланда. Она специалист по заклинанию слабость, которая есть у нее сразу. Также имеется стандартная армия на старте. И есть продвинутая мудрость. Ее плюсами является то, что у нее нет лишних навыков. Только то, что надо магу. Ничего лишнего. Но нет хороших заклинаний. Правда, это компенсируется тем, что вы как только отстроите гильдию магов, сразу же все получите. В принципе, она не лучший маг, который есть здесь, в городе. Но и не худший. Далеко причем не худший. Далее у нас идет Розик. У Розик есть сразу же волшебная стрела. В книге заклинаний, что делает ее на старте, если вы не хотите строить гильдию магов лучше, чем та же Мерланда. Но Розик является специалистом по мистицизму. Поэтому она прежде всего хороша при игре на маленьких шаблончиках. Там как раз пополнение маны может сыграть свою роль. На больших шаблонах я бы ее, наверное, ни за что не брал. Ну, может быть, за какими-то редкими исключениями. Едем далее. Вой. Хорошо брать этого героя, наверное, на играх с водой. Потому что это специалист по навигации, которая сразу же есть. Хороша тем, что сразу же есть мудрость. Но на картах без воды получается, что у нее есть лишний навык, лишняя специализация. Абсолютно стандартная армия. Но у нее есть, по сравнению со всеми героями, которые есть в этом городе, огромный и огромный плюс. Потому что Вой имеет в книге заклинаний замедление. Сколько уже игр было проиграно разного рода игроками. Только из-за того, что, видите ли, нет замедления. Несколько раз отстраивается гильдия магов в разных городах. И везде просто не дают замедления. А это все-таки ключевое заклинание. И Вой это заклинание вам дает сразу. Едем дальше. В Эрдиш. Герой-специалист по палатке. Усиливает ее. Приносит с собой палатку. Ну и точно так же, как специалисты по баллисте, она приносит из-за этого с собой меньше армии. Также есть первая помощь. И мудрость. Заклинаний толковых нет. Только защита от огня. Которая, ну от чего там. От армагеддона какого-нибудь может. Или огненных шариков. Инферно будет как-то защищать. Что-то вроде того. Ну самый такой лекарский вариант. Один из лучших. В том плане, что ведьма тоже качается в защиту. Усиливает лечение. Палатку и так далее. То есть если вы хотите именно делать ставку на палатку. В Эрдиш самый оптимальный вариант. Но из-за того, что армии приносит мало. Плюс палатка. Ну прямо скажем. Баллисте, я думаю, серьезно так проигрывает. На одной палатке тяжеловато выехать. Потому что у палатки мало здоровья. В отличии от баллисты. Плюс баллиста может сама себя защитить. В плане того, что она наносит урон. А палатка нет. Она только защищает других юнитов. И потихонечку, потихонечку их лечит. Поэтому как главный герой, я думаю, она не дотягивается. Далее идет Мерист. Специалист по Камне Кожи. Это же заклинание есть сразу в книге заклинаний. Армия приносится стандартно. Из плюсов можно отметить, что есть мудрость. Сама Камне Кожи довольно хорошее заклинание. Но есть обучение. Если играть без дополнительных плагинов. Пожалуй, что обучение не самый лучший вариант в классических героях. Герой для старта тоже, я думаю, что не рекомендуется. А вот, пожалуй, один из главных фаворитов на лучшего героя-мага, который есть среди ведьм. Это Стик. Специалист по волшебству. И данный навык есть. В принципе, для мага это очень и очень хорошо для усиления магии. Имеется сразу же мудрость. Армию приносит с собой стандартную. И что немаловажно, даже в книге заклинаний тоже имеется хорошая магия. Это щиток. Которая может на 15-30% защитить от ближнего боя от нанесенного урона по вашим юнитам. В общем, Стик для игры конкретно через магов за болото. Я думаю, рекомендовать очень даже можно. И я, и другие игроки не единожды играли через Стик и побеждали. И вот, собственно, второй главный конкурент в борьбе за лучшего героя-мага у болота. Это Андра. Андра выигрывает за счет маны. Потому что это специалист по интеллекту. Сразу же есть интеллект. Есть мудрость. Стандартная абсолютно армия. Единственное, в чем проигрывает Андра, это в ударной мощи. То есть магия бьет довольно слабо у нее. Но она выигрывает по количеству маны. Если вам важно накинуть больше заклинаний, а не нанести больше урона магии, то здесь нужна Андра. Если же вы, наоборот, хотите больнее бить магией, и при этом вам количество маны не столь важно, тогда выбирается Стик. То есть это два противоположных варианта игры через магов. Какой вариант для вас будет лучше, это вы уже решаете сами. Ну и в общем-то Тива. Специалист по зоркости, которая сразу же есть в наличии. Если играть без плагинов, то зоркость это, конечно, больше лишний навык, нежели нужный. Имеется мудрость. Три стека абсолютно стандартные приносятся. И тоже приносят с собой в книге заклинаний камни-кожу. Вообще многие ведьмы с собой приносят камни-кожу или щиток для того, чтобы их магия помогала защищать свою армию. Ни для кого не секрет, что это абсолютно мега-защитный город, который не столько любит атаковать, сколько защищаться. И на это и делается основная ставка. То есть если подводить итоги, что мы можем с вами сказать. Хорошие воины, за которых можно играть, это вот вся первая строка героев. Сюда же можно отнести Алкина и можно отнести Брохельда. Если мы с вами говорим о ведьмах, то здесь топ-2 это, конечно же, Стики Андра. Ну и может быть в некоторых случаях можно сюда подключить какую-нибудь Тиву, например. Из-за того, что сразу есть ударная магия, плюс восстанавливает ману на каких-нибудь маленьких шаблонах. И думаю, что на этом вполне можно и закончить. А если подводить итоги по тем навыкам, которые чаще или реже выпадают, то тут давайте как раз и рассмотрим. Если мы говорим про воинов, то на поиск пути шанс 8, на стрельбу 7, на логистику 8, на разведку 7. Ну то есть если не учитывать разведку, то 3 из 4 навыков очень даже хорошие у воинов. Они качаются здорово. Помимо этого 8 шанс на навигацию, а это уже скорее минус, чем плюс. 5 на лидерство. Ну это в принципе неплохо, хотя и не лучший навык. 6% на тактику, которая нужна обязательно главному герою. 8% на артиллерию. Вот от нее часто приходится отказываться. 10% на доспехи, ребят. То есть остаться без доспехов при игре за хозяина зверей крайне и крайне сложно. Ну и пятерочка на сопротивление магии. И шестерочка на первую помощь. Вот от шестерочки как раз приходится отказываться. Теперь давайте пробежимся по ведьмам. У них 6 шанс на навигацию. Это лишнее. 8% на мудрость, 8% на мистицизм. И пожалуй мистицизм тоже в ряде случаев будет лишним. 8% на баллистику. Ну баллистика я думаю для магов тоже не особо подходит. Разве что какой-то микс уже делать. Далеко не классического мага. 10% на зоркость, которая я считаю тоже пожалуй лишнее будет. Если играть без плагинов. 7% на грамотность. Грамотность она иногда нужна, но иметь такой большой шанс он наоборот может запороть прокачку вам в какой-то момент. Также 7% на интеллект. А это уже здорово. Это то что надо магу. 8% на волшебство. Это тоже то что надо магу. Особенно на маленьких шаблонах. И первая помощь, которая магу я думаю что не так сильно нужна. Хотя опять же на маленьких шаблонах это может и отыграться. То есть там армии мало и лечение каждого юнита там может сыграть очень важную роль. На больших же шаблонах там где армии копятся ну просто пачками огромными. Там я думаю что навряд дойдет до того чтобы палатка реально там сыграла свою важную роль. Хотя случаи бывали. Бывало что выживали из-за палатки. Из-за того что не хватало магии там добить кого-то к примеру или урона. А палатка постоянно подлечивала и не давала добить какой-то стек до конца. И затягивала партию. Но это если вам будет уже интересно посмотрите в разных видео у разных ребят с разных турниров. Также было сказано что о Инферно я мало рассказывал. Так и быть повторюсь еще раз. Сказали что я не говорил о Фионе. Фиона да это отдельная тактика игры через собачек. Герой довольно таки хороший. Прежде всего если вы собираетесь делать безответный стек. Улучшать собачек. Плюс если вам придет даже 6 собачек. Это уже неплохо. Правда 3 стек заходит не часто. Поэтому скорее всего она приведет от 3 до 8 собак. Но ребят даже 8 собак это большая сила. Особенно если их быстренько улучшить там за первые пару дней. Которая сможет конечно разрывать многие и многие охраны. Причем в том числе ребята даже стрелковые. Только под них нужна тактика. А у Фионы к сожалению разведка. Вот именно разведка все портит. Если бы не разведка я думаю что Фионку выбирали бы гораздо чаще. Рашка хороший герой. Специалист по эфритам. С мудростью. Приносит с собой стандартную армию. Но грамотность все портит. Все таки главному герою грамотность нужна не всегда. Особенно если этот герой воин. Который в принципе заклинания не так хорошо изучает. И плюс почему-то у него идет мудрость. Вот зачем сразу на старте воину мудрость. Неужели не лучше например ловить какие-то навыки. Типа оружия, доспехов. Ну то есть те которые реально вам в бою больше будут помогать. Поэтому герой такой 50 на 50. Раньше им играли часто. Каждым новым годом все меньше и меньше. Но в принципе. Особенно если есть внешнее жилище эфритов. Задуматься о том чтобы играть через Рашку очень даже можно. Помимо этого есть Мариус. Один из топовых героев. Из-за того что играя через демонение. У данной расы появляется огромный стэк демонов. А Мариус является специалистом по демонам. Она их усиляет, защищает и при этом ускоряет. Приносит армию абсолютно стандартную. Но с продвинутыми доспехами идет как тазар. Таким образом очень сильно минимизирует шанс кого-то потерять в бою. Потому что большой процент урона не засчитывается. Который по вам наносят. В общем вот ее реально следует брать на старте очень часто. Есть Игнат. Игнат приносит с собой очень много бесов. Он плюс их еще и ускоряет. Делает сильнее после прокачки. Более того у него есть тактика. Что для любого воина очень и очень топово. Сразу же есть сопротивление. Поэтому он не так сильно боится маков как некоторые другие герои. Приходится конечно играть новичкам за него очень сложно. Потому что вместо того чтобы иметь больше стрелков. Ты имеешь больше бесов. После улучшения конечно бесы многих обгоняют. Но с каждой моралькой у нейтралов. С каждой битвой против стрелков. Этот стэк начинает быстро таять. Поэтому игра через Игната очень специфическая. И далеко не каждому подойдет. Но в целом герой хорош. Далее идет Октавия. Которую берут когда не знают кого взять. Либо поторговались в минус. Или играют на сложности 200%. Она приносит с собой 350 золота в день. Это 3500 за 10 дней. Что довольно хорошо. Армию приносит стандартную. Имеет сразу же грамотность. Что конечно еще больше отбивает делать ее главной. Мало того что специализация на золото. Так еще и грамотность среди навыков. Но зато есть оружие. В целом как стартовый герой ее можно. Иногда даже нужно брать. Но делать ее главным далеко не всегда решаются. Я бы даже сказал что обычно не решаются ее делать главной. Калх. В Соде. В классических героях. Герой который очень хорош наоборот для старта. Но при этом плохо для того чтобы его делать главным героем. Потому что Гоги начиная где-то со средины второй недели. И туда дальше. Третья, четвертая. Начинают все меньше и меньше играть важную роль. А он специалист именно по этим юнитам. Но зато в начале. За счет стрельбы. За счет трех стеков Гогов. Он дает огромную ударную пробивную мощь. И игру через стрелков. Для новичков которые только учатся играть. Мне кажется именно стратегия через Калха. Будет самая комфортная при игре за Инферно. Но опять же Гоги они и по своим попадают. Когда стреляют. Если свои стоят в радиусе одной клетки. По тому кого мы стрельнули. Поэтому со стрельбой. С улучшенными Гогами. Так называемыми Магогами. Нужно быть очень и очень осторожными. Едем дальше. Пиль это логист. Сразу же есть логист. Логистика. Также является специалистом по баллисте. И баллисту с собой приносят из-за этого армии. У нее изначально гораздо меньше. Есть артиллерия на усиление баллисты. Ну и опять же. Она проигрывает конечно таким героям как Гунар например. И некоторым другим. Но она например лучше выглядит чем какой-нибудь Тарасар. Или какой-нибудь Гервуль. Плюс логистика стартовая. Заставляет ее гораздо дальше бегать. И с меньшим количеством армии пробивать те или иные охраны. Поэтому это герой которого опять же раньше брали чаще при игре за Инферно. Сейчас немножко реже. Но вот именно из-за логистики. И неплохой специализации. Этот герой может себя показывать очень и очень хорошо. И до сих пор более того вы можете у разных игроков видеть как за этого героя играют даже как за стартового. Но я считаю что для старта она не очень хороша. Потому что армии вы получите меньше. А вот чтобы делать из нее главного героя. Об этом как раз таки вполне можно даже и задумать. Далее идет Нимус. Ну Нимус хороший герой. Это обратный вариант игры через Мариус. Если Мариус играет от защиты. То Нимус играет от атаки. Приносит стандартную армию. Продвинутое оружие. Специалист по порождениям зла. Которые тоже участвуют в демонении. Но если играть через демонении. Я думаю что лучше все таки качать Мариус. С другой стороны вполне можно через демонение сыграть и за Нимус. Мариус будет позволять меньше демонов вам терять в бою. И быстрее их копить. А Нимус наоборот. Она заставит накопленный стэк демонов наносить больше урона. И быстрее вырубать врагов. Поэтому какой вариант более защитный или более атакующий вам будет перспективнее. Решайте сами. Но в основном. В основном когда выбирают между ними. Берут чаще Мариус пожалуй. Далее переходим к макам. Которые здесь есть. Это Еретики. Айден пожалуй один из лучших вариантов для игры через мага у этого города. Дело в том что здесь маги стартуют с единичкой знаний. Это всего лишь 10 маны. Некоторым даже не хватает на касты одного заклинания которое есть. Вот Айден в этом плане лучше всех. У него больше всех заклинаний из-за того что он специалист по интеллекту. Так же как Андра у болота. Плюс у него есть интеллект среди навыка. В армию приносит стандартную. Но ничего нет толкового в книге заклинаний по ударной магии. У него есть просмотр земли. Который ну обычно уже где-то со второй недели только начинают использовать. Мало кто прям с первой недели начинает баловаться этим заклинанием. Далее идет Ксерон. Специалист по инферно. Это же заклинание есть в книге заклинаний. Маны не хватает чтобы его использовать. Поэтому приходится Ксерона еще и раскачивать. Армию он с собой приносит стандартную. Излишнего можно сказать что у него еще и грамотность имеется. Поэтому герой я думаю похуже чем тот же Айден. И берут его тоже гораздо реже. Далее идет Аксис. Еще один специалист по мистицизму. И имеет мистицизм среди навыков. В книге заклинаний есть защита от воздуха. Которая далеко не всегда нужна. Но иногда все-таки против какой-нибудь цепной молнии. Может пригодиться армию. Приносит стандартную. Ну и больше может себя проявить на каких-нибудь маленьких картах. Где каждая единица маны может быть на вес золотом. Далее идет Алема. Специалист по слабости. Это же заклинание есть в книге заклинаний. Имеет мудрость и почему-то баллистику. Что помогает лучше штурмовать города. Ну для магов штурмовать города. Обычно это не их стихия. Но вот Алема с этим не согласна. Но из-за этого в общем-то и в главные герои ее почти никто не берет. Далее идет Калит. Которая тоже хороша больше как саппорт вспомогательный. Она приносит дополнительную единицу серы. Заменяет по сути серную шахту с собой. Для экономики герой очень важный. Плюс имеет сразу же ускорение в книге заклинаний. Что позволяет например тем же бесам или собачкам еще быстрее врезаться во врагов. Особенно собачкам это помогает в первом же раунде блокировать стрелков часто. Но все равно как главный герой ее редко берут. Точнее почти никогда из-за того что у нее есть обучение. А это навык все-таки больше лишний из-за того что играют без плагинов. Далее у нас идет Аш. Специалист по жажде крови. И это же заклинание есть изначально. Есть мудрость. Что для магов в принципе неплохо. Стартовую армию приносит стандартную. Но у нее есть зоркость. Именно зоркость портит все. И Аш пожалуй далеко не лучший герой. Но даже если бы предположим там была не зоркость а что-то другое. То опять же как часто вам в игре приходится играть через жажду крови. Я думаю что не очень. Далее идет Зидор. Специалист по волшебству. Которая есть у него не только в специализации. Но и среди навыков. Есть мудрость. Это маг у которого нет ничего лишнего. Абсолютно стандартная армия. И в книге заклинаний есть камни кожи. Пожалуй в паре с Айденом. Они являются лучшими вариантами для игры через магов у данного города. Айден это вариант если вам нужно побольше маны. Причем намного больше маны. Зидор это для тех кто хочет наносить больше урона магии. Это вот как Стик и Андра у болота. Также здесь Айден и Зидор уже непосредственно у Инферно. Ну и последний маг который здесь есть это Ксарфак. С мудростью, лидерством. Тоже маг который больше на воина смахивает во многом. Армию приносит стандартную. Имеет шаровую молнию или огненный шар. В книге заклинаний. Является специалистом усиливающим все это. Но ему еще и магию огня надо успеть словить. А бывают случаи когда все таки не ловится магия огня. И тогда вообще получается бредовый вариант. Герой не очень. В начале маны не хватает на это заклинание. Ну и явно проигрывает тому же Айдену и Зидору во многом. Но специфически иногда бывают моменты когда он оказывается очень полезным. Но из-за того что ты играешь в основном случайные карты. Ну как ты можешь предположить какой у тебя будет расклад. Надеяться на то что реально вот это все принесет тебе огромный плюс. Это надо быть каким-то таким знаете мега уверенным в себе человеком. Поэтому на свой страх и риск можете играть или не играть через него. Если пробежимся по вероятности выпадения тех или иных навыков у этой расы. То смотрим. У демонов 6 шанс на стрельбу 10 на логистику. Это топово. Очень топово. Далее идем. Семерочка на баллистику. Вот это вот пожалуй уже больше минус чем плюс. Далее идет шестерочка на тактику. Это хорошо. 5 на артиллерию. Ну 50 на 50. 8 на оружие. 7 на доспехи. Это кстати хорошо. Именно из-за логистики оружия и доспехов. Именно класс демонов в игре считается одним из лучших среди воинов. И качаются они в этом плане очень и очень хорошо. Помимо этого 6 на сопротивление магии. То есть класс этих героев хорош. Даже если вы играете за другой город и вам приходит один из демонов. То есть из первых двух строчек которые вы видите на экране. Есть смысл задуматься о том чтобы может быть все таки кого нибудь из них качнуть. Далее у нас идут еретики. Это маги которых мы с вами рассматривали. У них 8 шанс на мудрость. 10 на мистицизм. Пожалуй что постоянно заходящий мистицизм это то что будет вас больше всего раздражать во время игры. Если играете без плагинов. Тоже велик шанс на выпадение баллистики. В данном случае 6. Пятерочка на магию огня. То есть именно эта магия стихии чаще всего заходит. Ну для сравнения вам вот магия огня 5, воздуха 3, воды 2 и земли 4. Именно магия воздуха и земли здесь заходит чаще всего. Что в принципе этих магов делает не худшими. Именно в воздухе земля вам больше всего и надо. Больше конечно земля, а эти качаются больше в огонь. Ну делает пожалуй не самыми лучшими магами. Но в целом воздух здесь даже проигрывает получается магии земли. Земля 4, воздух 3, а вот огонь 5. Так что специфически, очень специфически качаются. Ну и неплохие шансы на интеллект и волшебство по 6. Для магов я думаю является все таки плюсом. Ну что же ребят. Я предлагаю теперь все это дело проверить на практике. Давайте постартуем разными городами случайными. Случайными также будут и герои. И мы с вами попробуем из тех героев, которые нам будут заходить, стараться выбирать главного. То есть нам будет заходить куча героев, мы будем их стараться покупать. И будем смотреть кто же для того или иного расклада будет смотреться лучше. Итак, стартуем за Инферно. Сразу же приходит в принципе хороший герой, которого можно делать главным. Это Нимус. Тот герой, которого вы изначально планируете делать главным, прячете внутри города и сначала даете походить не главным. А вот тут смотрите, приходит Розик и Мариус. Мариус это, пожалуй, главный претендент вместе с Нимус на то, чтобы стать главным героем. Вот если брать Розик, она явно здесь не будет делаться главным героем. Поэтому ее мы используем для разведки. Что мы видим по разведке? Мы находим шахту руды, мы находим внешнее жилище импиаток и надо будет кого-то запустить вперед. Но судя по всему, там блок из того, что мы видим. И смотрите, приходит герой Некромант и Гунар. Ой, ну вот тут, ребят, реально каждый бы делал выбор по-разному. Это, пожалуй, очень неявный вариант. Ну, наверное, Нимус здесь бы отпала. Все-таки, если играть через демонения, Мариус будет более интересным вариантом. А вот что делать с Гунаром, специалистом по логистике, особенно на больших картах, я думаю, объяснять не надо. Он очень темповый и, в принципе, смысл его качать есть. С другой стороны, есть Некромант. Неужели вам не хочется сделать так, чтобы каждый бой вам приносил дополнительных юнитов? То есть, если карта в итоге будет средняя или маленькая, возможно, возможно, есть смысл, может быть, за спеца по логистике сыграть. Хотя и на большой, в принципе, можно. Но вообще, на большой карте и на карте, где много охран, хороших подникрений, можно было бы сыграть зачатно. В данном случае я вижу вот хорошую охрану подникрения, вот отличнейшая охрана подникрения. Это не подходит, это стрелковая охрана. Вот если мы вперед пробежимся, ну, на вот этой охране, пожалуй, сильно не поникришь при всем желании. Сам раскладится довольно неудобный, слишком много блоков. И с другой, нет, обхода здесь нет, к сожалению. Нельзя стукнуть горгулек, чтобы обойти. Ну, вообще, здесь надо было бы, наверное, возможно, даже и рестартить, если обход в итоге никакой не найдется. Ну что же, пробуем с вами еще раз. Давайте посмотрим, кто еще зайдет. Следующий расклад за башенку заходит Тарасар. Тарасар один из тех героев, которые, в принципе, тоже могут становиться главными при игре за этот город. Но здесь нет, ребят. Сразу же приходит Салмир. И на любой карте, на любом размере, он все равно будет приоритетней Тарасара. Не во всех случаях, правда. Но это относится ко всем шаблонам. То есть, ему везде можно найти применение. Если не главным героем, то даже вспомогательным он очень много полезностей принесет. Внешних жилищ мы особо с вами не видим. Тоже довольно много блоков. Хотя еще можно разбегаться влево. Приходит Монер. И, кстати, Монера тоже можно делать главным героем. Блин, я не знаю, что происходит. Но вот в нескольких стартах, которые уже были, нам постоянно заходят только топовые герои. Монер отличнейший воин, которого можно прокачивать за разные города. И его главный плюс на старте, это, во-первых, он имеет всегда разгон. Всегда. Помимо этого, у него есть навык оружия и логистика. То есть, хорошая ударная сила и хороший темп. Все, что надо при темповом варианте игры. Но нельзя снимать и Адель. Если у вас игра идет без правил, то тут отпадают все. И надо играть однозначно за героя, у которого есть уже дипломатия. В данном случае это Адель. Но если по правилам идет у вас игра портала Heroes World, например, или других, которые тоже запрещают использование дипломатии, то тут у вас два явных претендента. Это Салмир, если собираетесь играть за мага. И Монер, если собираетесь играть за воина. Итак, пробуем еще раз. Так, приходит Цитадель и Зубин. Ну, вот Зубин, пожалуй, не лучший вариант. И приходит Орис. Но если выбирать между Орис и Зубином, то, пожалуй, наверное, Зубин. Пока что, кстати, вот... Тут уже не так просто будет определиться с главным героем. Так, покупаем следующего. Приходит Ксерон, и на главного героя он тоже не тянет. Пока что все еще Зубин. Самый оптимальный вариант. А героями продолжаем делать разведку. И оценивать ситуацию. Возможно, под кого-то внешние жилища зайдут, или будет много повышалок магических. Тогда, возможно, есть смысл за магой играть. Или много повышалок, именно воинских. Ну, все, здесь приходит Некромант. Я думаю, что... Есть смысл пересесть на Некроманта. Тем более, это топовый Некромант. С хорошими навыками. Хорошей специализацией. Ничего лишнего. Так что с этим приходом, я думаю... И опять приходит Манер. Ну, с приходом Манера тут уже 50 на 50. Можете сыграть более темпово. Играя через Манера и Воина. Можно сыграть менее темпово, но при этом с огромными возможностями по пробивке не только пешеходов, но еще и стрелков за счет Метеоритки. Но опять же, если вы собираетесь играть за Айслин, вам надо будет гильдию строить или колодцы искать. Постоянно надо думать будет о пополнении Маны. Пробуем еще разочек. И думаю, что в последний раз для примера. Так, приходит Целька. Ну, кстати, если карта маленькая, то Целька это, возможно, даже один из лучших вариантов, за кого можно сыграть. Приходит Фьюр. И тоже, кстати, если вы собираетесь за Воина играть, можно взять Фьюра. Ну, даже на больших картах я часто рискую играть именно за Элементалистов, а не за Путешественников. Ну, плюс это или минус, в общем-то, по-разному. Все зависит от расклада. И опять приходит Ведамина. Опять же, карта, если большая, и охраны будут хорошие, подходящие под все это, не крение, то однозначно, опять же, можно будет пересесть вполне на Некроманта. Если же сам шаблончик под Некромантею не очень подходит, какой-то маленький, или охраны слишком серьезные, неудобные для пробивки, то, наверное, Циэлька. Тут пришел Аэнаин, которого можно было бы качать, если бы не было Некроманта и не было Циэльки. Но Циэлька выигрывает за счет лучшей специализации, а так у них класс героев одинаковый. Но при этом у Циэльки магия воды, что уже, конечно, не очень хорошо, и надо будет словить еще в воздухе землю. А Энаин же выигрывает в том плане, что у него сразу есть воздух. Но при этом у него довольно-таки плохенькая специализация героям. Поэтому вроде в чем-то выигрываете, но в то же время в чем-то и проигрываете. Ой-ой-ой, тут еще и Сирмюллих приходит. Ну вот тут я уже не знаю. Тут уже, наверное, Циэлька отпадет в плане главного. Аэнаин отпадет. И вот кого-то из них. Потому что специализация Мюллиха очень полезна. Более того, я бы, наверное, качал обоих. И по их прокачке уже тогда смотрел, на кого в итоге сделать ставку. А там по цепочкам уже старался бы армию перебрасывать между этими героями. Например, с одного края цепи держать, другого с другой абсолютно на разных флангах. И периодически пробрасывать армию и проводить разного рода зачистки и бои. Ну и в завершение данного видео прилагаю еще разочек полезные таблички, которые помогут вам распознать и определить, какого же класса героя лучше всего прокачивать. И предлагаю еще в конце поговорить о самих навыках. Навык нападения или оружия. В базовом варианте он дает плюс 10% к урону. В продвинутом плюс 20%. Экспертный плюс 30%. Если говорить о обучении, то есть на сколько процентов вы больше будете получать того или иного опыта, то здесь нужно сказать, что он будет увеличиваться на 5, 10 и 15%. То есть в первом столбце у нас идет показатель базового уровня. Посрединке идет продвинутый уровень. И экспертный уровень идет в самом конце справа. Есть навыки, которые работают всегда. Есть те, которые работают с определенным шансом. Например, тоже сопряжение или удача. И как работает тот или иной навык, вы можете непосредственно прочитать и в самой игре, либо в физмиге, либо на портале heroysportal.net. Здесь я вам просто наглядные примеры прикладываю для тех, у кого, возможно, будут какие-то проблемы с интернетом, например, или сами порталы не будут работать, или возможности скачать где-то у вас не будет тот или иной файлик, который владеет нужной вам информацией. И, например, будет под рукой это видео, чтобы вы могли просто перемотать на нужный момент, и таким образом сразу же найти ту информацию, которая вас будет больше всего интересовать. Прокачивая ту или иную магию стихий, вы некоторые заклинания, которые относятся к этой стихии, делаете дешевле. Помимо этого, вы их усиливаете, особенно если это ударная магия, либо же с прокачкой вы делаете их экспертного уровня и делаете их массовыми, которые будут действовать не на одного юнита, а сразу же на всех ваших или на всех юнитов противника. Поэтому не думайте, что важно нахвататься побольше разных навыков, а не успевать вначале, например, какие-то навыки типа магию земли быстренько взять из-за эксперти, даже если вам выпадают какие-то более серьезные варианты для прокачки. Там уже надо смотреть, насколько ждет или не ждет ваш темп, в плане того, чтобы прокачать сначала ключевые навыки, а потом уже искать что-то другое. Ну и плюс сюда же прикладываются картинки по разным героям. Они взяты из портала heroysportal.net, ссылочку на который постараюсь оставить в описании под видео. Если нет, то вбейте в поиски. Там вы найдете очень много полезной информации, а также на этом же портале проходят оффлайн-турниры, в которых вы можете участвовать, даже если у вас нет устойчивого соединения с интернет. Можете проходить карты разные, соперничать в этом плане с другими игроками, ну и смотреть, что в итоге из этого получается. А у меня, пожалуй, в данном видео, ребят, все. Надеюсь, видео будет полезным. Не забывайте все так же в описании писать побольше комментариев о том, что сказано, не сказано, сказано неправильно и так далее, что вы хотите увидеть в следующих видеоуроках. И данный цикл, я думаю, что скоро мы с вами будем заканчивать. Осталось буквально, по идее, несколько видеоуроков, поэтому спешите написать о том, что именно вас все-таки интересует больше всего. У меня на этом все. С вами был Армак. До новых встреч и ждите следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok